Козероги, всем привет! Меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. И в данном видео мы будем с вами смотреть ваш Таро прогноз на август 2020 года. Работать я буду сегодня с двумя колодами. Обе колоды Чиро Марчетти. Первая колода это у нас Гилда Таро и вспомогательная это Оракул Кипера. Итак, давайте с вами будем смотреть, как для вас будет развиваться событийный ряд. Напомню, что расклад общий, не индивидуальный, не может отыграться для каждого из вас. Потому что знак Зодиака у вас один, асценгенты у всех разные. Примите, пожалуйста, это во внимание. В любом случае воспринимайте данную информацию как пищу для ума и размышлений. Итак, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт? Давайте с вами будем смотреть. Итак, общая энергия месяца у вас падает старший Аркан Дьявол. Вопросы зависимости. Понятное дело, что в Кабале каждый из нас может оказаться как волей, так и неволей. Это могут быть и вопросы ипотечного аккредитования, и вопросы финансовых долгов. Это может быть эмоциональная зависимость от какого-либо из партнеров. Эмоциональная сексуальная тяга. И это могут быть наши пороки. Начиная от вопросов курения, алкоголя, переедания, ну то есть наркомании. У каждого здесь свое. Поэтому давайте с вами будем прояснять, что здесь за ситуация. Карта, безусловно, может еще указывать на ситуацию, тяги в эзотерику и вопросы оккультизма. Итак, что у нас здесь? Дьявол и семерка мечей по связке карт. Во-первых, это тяга в отношениях на стороне. То есть это, знаете, как завести себе любовника, либо любовницу, либо развивать эти отношения. Это первый момент. И второе, что здесь идет по связке карт, это жажда такого, знаете, крупного дохода, источника, недекларируема. Это, знаете, как сорвать какой-то куш. Ну, безусловно, нелегально, но тем не менее, вы понимаете, что вам сейчас это жизненно необходимо. Вот о чем здесь говорят арканы. Единственный момент, на что указывают карты, если вы будете идти на сделку с совестью, смотрите, что впоследствии придется за это платить. Итак, что ожидает по работе? По работе здесь ситуация замечательная, потому что подводки жезлов, это помимо основного источника доходов, появится дополнительный. И не важно на текущий момент, пенсионер вы, наемный работник или у вас собственный бизнес. Если вы пенсионер, то это мизерная пенсия от государства, да, плюс какой-то дополнительный источник дохода, пусть и разовый. Но вы будете в его поиске, будете искать, где и как заработать. Единственный момент, если вы в статусе соискателя, то аркан указывает на ситуацию выбора. То есть, в какую сферу деятельности вам податься, где себя реализовать. То есть, это месяц будет только для собеседования. Будет ли он в этом аспекте хорош, но по тузу мечей это как проявиться, да. То есть, вы зарекомендуете себя к высококлассным специалистам, но самого вопроса трудоустройства вам в рамках этого периода у вас нет. Если же рассматривать данный аркан для тех, кто уже работает по найму, это как-либо совмещать два вида деятельности, либо работу за себя, за своего коллегу, потому что он в отпуске, на больничном и так далее. То есть, тянуть несколько возможностей. Либо помимо основной работы вы будете искать какую-то подработку, либо, может быть, монетизировать свое хобби для того, чтобы увеличить ваш доход. Для тех, у кого у вас собственный бизнес, ситуация говорит о том, что вы хотите расширения. Это либо открыть новый филиал, либо искать какие-то новые возможности, источники дохода, которые бы вам помогли выйти на новый социальный уровень. Что относительно финансовой стороны вопроса, ну здесь шикарная карта, не зря у вас вот так ложится по ситуации, потому что император, это не только высокий доход, доход стабильный. Здесь для женщин может быть поддержка со стороны супруга, партнера, любовника, сына, отца, может быть, даже какая-то супер премия от руководителя. Если смотрит мужчина, это, допустим, появление в вашей жизни человека, который может взять на два мишевства, да, помогать вам в каких-либо рабочих вопросах, либо в вопросах бизнеса, то есть как вас курировать. И за счет этого человека вы сможете хорошо заработать. Поэтому по финансовой стороне вопроса здесь у вас все идеально. Что относительно вопросов здоровья? Здоровье замечательное, стабильное, тройка Пентакли, которая указывает на укрепление ваших внутренних сил, как психоэмоционального состояния, так и внутреннего, физиологического. Ну то есть здесь все прекрасно. Единственное, что по тройке Пентакли некоторым из вас придется провести работу над собой. Какого плана? Кому-то все-таки как бы внедрить в свой режим дня физические нагрузки, либо пробовать нечто новое, так же это может быть в принципе корректировка режима дня, но и работа над вопросами питания. Несколько даже может над вопросами диеты, а над вопросами своевременности приема пищи. Вот здесь у вас, к сожалению, может быть пробел, поэтому будете пытаться его устранять. Относительно вопросов личной жизни, а вот здесь прям, знаете, как я говорю, прибили намертво. Ну давайте смотреть, что же здесь за ситуация. Итак, для тех, кто на текущий момент у нас свободен и не состоит ни в каких отношениях. Что могу сказать? Несмотря на то, что новые шансы есть, и вы должны всегда понимать, что, знаете, как окончание чего-либо, это и есть новое начало. Будут возможности нового знакомства, но вы почему-то еще не оправились от старых отношений, к новым не готовы. Хотя в вашем окружении, повторюсь еще раз, будет появиться партнер, либо партнерша, который будет вам оказывать свое внимание. И в принципе вас каким-то образом провоцировать на построение отношений, но не готовы. Поэтому эти шансы вы просто не увидите. Пройдут мимо, либо вы от них сознательно откажетесь. Для тех, у кого нестабильные отношения, любовные треугольники, четырехугольники, могу сказать так. Здесь большая обида. Знаете, я говорю, повеет холодом. И неважно, мужчина вы или женщина, это как отсечь. Отсечь с какой целью? Потому что слишком сильно ранили. Не можете простить ту обиду, тот поступок, или в принципе поведение. И здесь однозначная ситуация разрыва. Вы пока не готовы идти на контакт. По какой причине? Пока ваш партнер или не партнерша не прочувствуют, не осознают вину. И скажем так, не признают это в ваших глазах. И самое главное, не попытаются это искупить. Вот об этом говорят арканы. То есть здесь, знаете, как у вас тоже такая позиция по отношению к вашим любовникам, либо любовницам, будут резать по-живому. Не в прямом смысле этого слова. А это будет говорить о том, что вот вы захотите наказать, либо чтобы человек прочувствовал. Хорошо. Для тех, у кого стабильные семейные связи. Десятка мечей императрица. Так. Ну смотрите, как здесь может развиваться ситуация. Либо здесь может вносить смуту в отношения теща, либо свекровь. Это первый момент. Сейчас еще проясню, что здесь по ситуации. Либо здесь на горизонте может нарисоваться соперница, которая будет иметь строй планы на вашего мужчину. Это то, что здесь идет по связке арканов. Поэтому по десятке мечей, это знаете, как ситуация, которая может привести к разрыву. Если меня смотрит здесь непосредственно мужчина, то идет речь о том, что вот императрица и сила. Ваша женщина может быть недовольна текущим положением вещей, и у нее будут какие-то разговоры о том, чтобы в отношениях поставить точку. Я понимаю, что ситуация не может однозначно отыграться для всех, но порядка для 40% кто смотрит из семейных пар, может быть именно таковая ситуация. Хорошо. Что у вас здесь в плане совета? В плане совета король жезлов. Аркан, который указывает на ситуацию, действовать сообразно своим амбициям, достигать цели, идти на абордаж. Это, знаете, как здравая доля эгоизма. Наконец-то жить для себя, ради себя, а не ради кого-то. Потому что аркан, который показывает, что все, хватит. Плюс это карта, которая говорит о том, что у вас хватит массы энергии для совершения любых поставленных целей и задач. Соответственно, не распылять ее попусту, не тратьте ее на какие-то ссоры, склоки, выяснения взаимоотношений, а направьте ее в мирное русло. Не только вопросы созидания, процветания, а вопросы вашего развития. Пока у вас, допустим, по вопросам личной жизни ситуация нестабильна, активно действуйте в другой сфере жизни. Еще какой момент, вот глядя на эти карты, что здесь может быть по личной жизни? Не у всех, но, допустим, вот у 2% смотрящих здесь могут быть какие-то деструктивные программы на ваш союз, на тех, кто в паре с целью разрушения ваших взаимоотношений. Поэтому пересмотрите, у кого действительно на повестке дня так будут развиваться отношения, пересмотрите, нет ли на вас чего-то. Итак, в плане неожиданности данного периода, давайте посмотрим, какие у вас будут ложиться карты. Ну что, у вас в первую очередь здесь вот вопросы на повестке дня, это как финансовая помощь матери, либо супруги, это раз. И второй момент, вот по связке карт, это вкладываться в любимое дело. Почему в любимое дело? Потому что дно колоды, это знаете, как оттачивать свое мастерство, вкладываться с любовью, с душой в развитие своего собственного потенциала. Причем у многих это может быть работа связана с гостиничным рестораном, бизнесом, либо в принципе работа может быть какая-то надомная. Но вместе с тем, это то, что вам селит и удовольствие, и радость, и достаток. Кто-то, кстати, даже здесь может сдавать что-либо в аренду, и не важно, коммерческая это недвижимость или жилая, либо вы можете кому-то платить за съем. В принципе, как вы видите по связке арканов, могут на повестке дня проходить вопросы купли-продажи недвижимости. Вот такой у вас месяц. Что ж, буду ждать от вас обратной связи. Как для вас отыграется ситуация, либо не отыграется. Я искренне, действительно, от всей души вам желаю, чтобы у вас отыгрались только позитивные моменты, не было никакого негатива. Пусть месяц у вас будет легким, радостным. И знаете, как больше отдыхайте, меньше думайте о каких-то негативных ситуациях. Я думаю, все, как говорится, будет хорошо, потому что наши мысли материальны. Поэтому удачи вам, благодарю вас за просмотр, и до новых встреч.